Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. У нас есть уникальная возможность, неповторимая возможность, когда мы можем вместе с вами открыть страницы Священного Писания и прочитать Слово Господнее и поразмышлять над этим Словом. Первое место послушаем Псалом 76, 1-й и 2-й тексты. Псалом 76, 2-й и 3-й тексты. Глаз мой к Богу, и я буду взывать. Глаз мой к Богу, и Бог услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешений. Второе место будем слушать послание к евреям. Глава 6, 2 текста из 6-й главы. 9-й и 10-й тексты. Третье место, братья и сестры, послушаем. Записано в Евангелии от Матфея, 8-я глава с 5-го текста. Читаем следующую историю. «Когда же вошел Иисус в Капернаум? К нему подошел сотник и просил его. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет. Другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Аковом в Царстве Небесном, а сыны царства низвержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Братья и сестры, сегодня большой раздел у нас. Новый Завет Евангелия Иисуса Христа уделяет этой теме очень большое внимание. «И думаю, что это не напрасно. Раз Духу Святому угодно было поместить некоторые события, которые происходили в земной жизни нашего Спасителя, а иногда это и города, а иногда это люди живущие, то нам очень внимательно, важно посмотреть и научиться из этой истории». Братья и сестры, служение Христа в Капернауме. Только Евангелист Матфеев в первых начальных главах уделяет три главы этим событиям. И вот сегодня мы как раз и поговорим о деле веры и труде любви. Это очень важная тема, очень интересная тема. Именно это сегодня нужда поместных церквей и отдельности каждого христианина. Потому что эти две составляющих, они должны в нас расти и умножаться. Мы с вами прочитали. Апостол напоминает еврейским верующим, что «и не забудет Бог дело ваше и труд любви, которую вы оказали другим, служа святым». Это сегодня часть нашей жизни. И мы в этом должны усердствовать и преуспевать. Однако, при всем том, что мы сегодня говорим, давайте отметим, что главное действующее лицо во всей этой истории – это Иисус Христос. Когда закрываются одни двери, всегда открываются других несколько дверей. Таков наш Бог. Обстоятельства, в которых мы живем, это действительно противные для нас обстоятельства. И мы с вами прочитали. Даже ветхозаветные святые, божьи мужи, переживали этот дискомфорт, когда тьма, когда отчаянные обстоятельства диктовали человеку свое. Но они видели за этими всеми проблемами Бога. И когда они обращались и искали Бога, братья и сестры, тогда проблемы наши умирают. У веры такое свойство. Коль смотрим мы на проблемы, болеет, чахнет и умирает вера. Но когда мы смотрим через проблемы на Бога, сильного, могучего, тогда проблемы наши умирают. Они тают. Не остается и следа от них. И вот мы с вами смотрим. Господь Иисус, после того, как Назарет, где Он прожил 30 лет, закрыл для Спасителя двери, они покушались Его убить. Там, где Он 30 лет провел сознательной жизнью, Писание говорит, Он там был воспитан. Он там освоил мастерство плотника. Его отец был плотник. Он знал, как работать с деревом и с камнем. Но Назарет закрыл для Него двери. Иисус пошел в Капернаум. На западный берег Галерейского моря Он выбрал Капернаум. Он там жил, и Он там учил. Интересная особенность, когда мы, коль, заговорили о Капернауме, столько времени Господь там являл действий Своих. Я думаю, что если будет возможность, мы когда-то будем разговаривать об этом, о служении Христа в Капернауме. Именно раздел этот, дело веры и труд любви, мы еще, может быть, если Господь позволит, мы коснемся в других случаях, братья мои и сестры. Но очень важно сегодня нам помнить о том, насколько Бог милостивый к Своему творению. Иисус Христос учит нас этому же правилу, как Он научился от Своего Отца. Гонят вас в одном городе, бегите в другой. Не оставайтесь там, не хотят слушать вести, бегите в другой. Слушайте, как Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, не обойдете всех городов иудиных, как придет Мессия назад. Значит, самое лучшее, когда люди не принимают свидетельство наше, и чьи, Бог обязательно открывает двери для нас. А разве не так в нашей жизни? Посмотрите внимательно в свою жизнь. Посмотрим сегодня на эту историю, братья и сестры, и мы можем быть убеждены в этом. Посмотрите, как здесь написано. Евреям 6, 9. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, убеждены, вне всякого сомнения. Это некоторые другие переводы так говорят. Это случилось с вами, но оно сохраняется и на сегодня в положительном плане. У вас все это налицо, и оно растет и умножается, братья и сестры. И коль мы сегодня говорим о том, что у святых божьих людей это было, то резонно задать сегодня вопрос, а как дело обстоит сегодня со мной и вами, братья и сестры. Резонно задать этот вопрос, коль это так предписано в Писании, и это необходимая часть нашей жизни. А как же сегодня эти вопросы живут в мне, во мне, в моей жизни, в моем хождении, в моем служении. Братья и сестры, всегда, всегда, когда мы с вами слышим Слово Божье в доме, у нас есть две составляющих. Не удивляйтесь этому. У нас есть две составляющих. После того, как мы слышим Божье Слово, которое читается с этого места, у нас есть две возможности. Одни из нас принимают, верят и приносят плод, послужание. Есть вторая категория. Они слышат, но они не покоряются, и они не верят. И как следствие всего, они остаются бесплодными. Иисус Христос говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Дал бы Господь, чтобы мы сегодня не только послушали, но чтобы мы могли, покорившись Слову, применить это Слово. Тогда плод в нашей жизни, он гарантирован. Братья и сестры, поэтому, когда мы смотрим сегодня, очень важно в нашей жизни вспоминать слова Иисуса Христа, тем прославится Отец мой Небесный. Если вы пребуете в Слове Моем, станете Моими учениками и принесете много плода, это не для пресвитера и не для благовестника Слова, это для всех нас, для меня и для каждого из нас. Это мы ответственны сегодня, в каком состоянии мы с вами уходим и что меняется в нашей жизни после того, как мы бываем с вами, братья и сестры. Поэтому, когда мы смотрим сегодня, очень важно, очень важно, чтобы все то, что мы слышим, оно стало практикой нашей христианской жизни. Когда принять это решение? Прими сегодня. Иначе ты можешь опоздать. Мы не знаем, что случится завтра. Дух Святой свидетельствует нам через страницы Священного Писания. Ныне, когда услышите Слово Его, не ожесточите сердце ваше. Это нам сегодня предупреждение от Господа. Это мы ответственны сегодня. Как мы отнесемся к этому Слову, братья и сестры? Еще одно важное напоминание, еще необходимым сегодня напомнить его. Это послание к Ефесянам. Вторая глава, стих 10. Ибо мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это опять не исключает никого. Это так важно в нашей жизни. Заметьте, здесь очень, очень интересное местоимение. мы, нам, Бог, исполнять. И я хочу, чтобы сегодня не только я, но каждый из моих слушателей мог услышать это время сегодня. И как мы его используем, будет зависеть очень многое. Итак, братья и сестры, прежде всего мы встречаемся с человеком, которого привела нужда. Господь не вошел еще в этот город, а этот человек вышел навстречу. Знаете, если мы вообще возьмем картину вот этого события, как с разных сторон, как евангелисты освещают это событие, эту встречу Иисуса Христа с сотником, у которого был слуга и жестоко страдал, то мы видим картину полной. Евангелист Лука говорит о том, что он сначала послал старейшин израильских, чтобы они поговорили с Иисусом. И старейшины пришли, и они сделали свое дело. Мы об этом читаем в Евангелии Луки, 7 главу, 5 текст. Они пришли и стали убеждать Иисуса. Господи, Он достоин. Смотрите, это иудейские старейшины говорили за язычника, за военачальника, за командира римской оккупационной армии. Они говорили Иисусу, Он достоин. Он любит наш народ. Да и не только народ, братья и сестры. Кого Он еще любит? Раба своего. Говорят о том, что можно видеть, что это был маленький раб, мальчишка, парничка, и Он ради его. Кого Он любил? Он послал людей, попросил людей поговорить о Его нужде. И они пришли, говорят, Он любит народ наш. Он достоин. Он построил нам синагогу. Господь говорит, «Я приду». Мы смотрим, еще картинка ближе становится. Друзья Его пришли к Иисусу. А потом и Он пошел навстречу. Иисус уже был недалеко от Его дома. И сотник вышел навстречу Господу. Братья и сестры, мы с вами читаем о том, что у Него была вера. И эта вера была очень важным элементом, составляющей в Его жизни, которую отметил Иисус Христос. Мы с вами прочитали такую констатацию. «Истинно говорю вам, и в Израиле во всем я не нашел такой веры». Дважды Иисус скажет эту фразу, и она будет не среди, люди не со среды Божьего народа, а язычники, женщина языческая. Но когда Иисус увидел ее веру, Он сказал, удивился этой веры. Братья и сестры, и вот здесь Иисус отметил веру Его. Он говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Братья и сестры, какие же качества веры должны мы увидеть сегодня, чтобы и нам просмотреть сегодня себя в свете Священного Писания, братья и сестры. Мы с вами читаем на страницах Священного Писания это 8 глава 5 стих. Его вера имела цель. Он знал, куда ему нужно идти. Посмотрите, как мы с вами читаем на страницах Писания. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. Вторая отличительная сторона. Иисус оценил его веру, и она была живая вера. Вторая составляющая у этого человека была цель. Он шел к Иисусу. Призову Господа и от всех моих врагов спасусь. Мы иногда не переживаем избавления только потому, что мы потеряны, мы замолчали, мы не взываем к Богу. Мы не взываем к Богу так, как написано в Писании взывали святые Божии. Пришел к Богу, взывал к Богу, и Бог услышал с небес, и Бог преклонился к нему. У этого язычника была цель. Он вышел навстречу к Иисусу, а Иисус шел ему навстречу. Поразительная картина, братья и сестры. Всякий раз, когда мы находимся в трудных обстоятельствах жизни, не только мы ищем Господа, но Он нас ищет в наших обстоятельствах, и слава Богу за это. Братья и сестры, посмотрим еще одна особенность, у Него была правильная цель. Братья и сестры, у Него была правильная цель. Он знал, кому идти, Он слышал о Нем. Посмотрите, как Писание говорит об Иисусе Христе, посмотрите, какая там мощь и власть. Иисус отвечает, я приду и исцелю. Он еще не дошел, но скажите, мы иногда такие уверения слышим от людей, но как они несостоятельны, как они милки бывают, сколько есть ли стоят у них, когда они могут оправдываться в своей немощи перед нами, но не Господь. Исайя 62 глава 1 и 2 стихи, 1 и 2 стих написан так, Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем. Братья и сестры, эта удивительная мощь записана в Священном Писании, да разве это единственное обетование на страницах Священного Писания, которое оставили святые Божии пророки, для того, чтобы мы с вами, находясь в проблемах, могли иметь утяжение, прибегая Господу нашему. Братья и сестры, третья еще одна особенность, которую мы здесь видим, он искал помощи у Иисуса. Братья и сестры, подумайте, подумайте, он пришел к Иисусу, братья и сестры, он просил Иисуса сам, братья и сестры, он искал помощи и нуждался в других людях, он попросил старейшин израильского народа с его нуждой прийти к Иисусу, он послал даже друзей своих, и в конце концов, он сам вышел и сам заговорил с Господом, а как вы свою нужду отстаиваете пред Господом, а как долго вы просите об этом, братья и сестры, давайте научимся сегодня от этого человека, язычника, научимся тому, как мы можем предстоять пред Богом и изливать моления и прошения, братья и сестры, заметьте, Иисус первый, кто услышал нужду от язычника, это было уникальным явлением, братья и сестры, посмотрите, как Писание учит нас сегодня, Евангелие от Луки 18,1, должно всегда молиться и не унывать, Тимофею, первое послание Тимофея 2,1 написано, итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков, и там перечень, не только просто за тех, которых мы узнали, познакомились, но и за царей, за начальствующих. Это все дается, это все лежит в пластах нашей молитвы пред Господом. Иисус Христос дает нам гарант сегодня, когда мы ищем Его лица, Евангелие от Иоанна 6,37, приходящего ко мне не изгоню вон. Когда у вас есть нужда, когда вас постигает горе, когда вы уперлись в стену, когда непониманием мрака окутали вашу жизнь, кому вы спешите? Кого вы ищите в трудные обстоятельства вашей жизни? От кого вы наконец зависите? Ваше благополучие, братья мои, сестры, когда мы смотрим на этот поучительный урок, у нас есть много моментов, которые мы можем еще отметить. Давайте еще посмотрим на один момент, третий, эта вера родилась в добром сердце язычника. Эта живая вера, которая двигала им, она родилась в добром сердце. Братья, это уникальное явление. Никто не благ, как только один Бог. Если вы, будучи злыми, умеете даяние благие давать, то тем более Отец мой небесный даст благо просящим у него. Это Господь учил. Братья и сестры, без Господа мы обречены. Но как мы можем сегодня быть уверенными, что у этого человека язычника, причем это был воин, который видел смерть, который видел страдание боли муки. Но при всем этом он остался добрым человеком. Свидетельствует его сердце. Вы посмотрите, как он пришел. Он ценил своего слугу. И он пришел за него просить у Господа, потому что он видел, как он жестоко страдает. А к слову, братья и сестры, а вы часто видите страдание людей. Мир, в котором мы живем, это равнодушный, это эгоистичный, это черствый мир. И он еще не взорвался, не очерствел, не окаменел, только потому, что есть Божья благодать спасительная. И она иногда удерживает людей от этого камнеподобия. Вы помните, как один человек, который когда-то соприкоснулся или пересекся жизнью Авраама, и когда он пожелал взять Сару, чтобы она была у него женой, и когда тот увидел, насколько это было опасно и роковое для него и для его народа, он сказал, я этого не знал. Вы помните? А Господь говорит, это я тебя удержал, не потому, что ты такой прозорливый, не потому, что ты такой ушлый, это был я, это моя благодать тебя сохранила, чтобы ты не сделал сего шага. Вот здесь в его жизни, братья и сестры, это чудо Божьей благодати, он был добрым. Братья и сестры, люди не искали Господа, люди не смотрели на реальные обстоятельства чудес и сил могущества Божьего Сына, их глаза были закрыты, их уши не слышали, а этот язычник с мягким сердцем, сострадающим сердцем шел к Господу, и Господь его слушал. Братья и сестры, сегодня заглянем в свое сердце. Время сегодня у нас такое, когда мы можем посмотреть каждый в свое сердце. Посмотрите, как Писание говорит об этом. Плач Иремии, 4 глава, стих 3, «Черь народа моего стала жестока, как страус». А вот Новозаветнее письмо апостола Павла Тимофея 3, 3, «Люди будут жестоки». Пророк Иеремия говорит в 6, 23, «Народ великий, они жестоки и немилосердны». Братья и сестры, мир такой. И это будет идти все сильнее и сильнее, потому что человек отходит от Бога. Но заметьте, это человек, который видел смерть, страдание, боль. Он пришел, он просил о рабе, он просил о слуге, он просил о мальчишке, о маленьком слуге. Ну, что может сделать парнишка? Много может сделать. Он тронул сердце этого командира сотни римских воинов, и он пошел к Иисусу, и у него была одна нужда. Он жестоко страдает, он при смерти, братья и сестры. Этот человек мог абсолютно поменять любого взрослого, умного. Если сегодня генерала убьют в армии, ничего не случится, другого пришлют. Но если это касается сегодня нас, вторых таких нету. И поэтому, братья и сестры, посмотрите, какое его сердце, оно было доброе, оно было сострадательное, оно пропитано было милосердием, братья и сестры. Это очень важно. Давайте еще посмотрим, четвертое, посмотрим на его богословие. Посмотрите, насколько он глубоко понимает эту вещь. Вот посмотрите, давайте почитаем, это 6-8 стихи, здесь так написано, Господи, слуга мой лежит в расслаблении, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же отвечает, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздорове слуга мой. Братья и сестры, мы опять видим глубину его веры. Дважды звучит слово Яхве, Господь. Братья и сестры, а когда мы с вами обращаемся в нужде, понимаем ли мы, осознаем ли мы все цело, кого мы просим, к кому мы обращаемся со своей просьбой, он это понимал, он говорит, Господи, я недостоин, братья и сестры. А ведь действительно так было, когда к иудею заходил язычник, или иудей заходил в нечистое место, осквернялась его жизнь, не так ли, братья и сестры, но какое поразительное понимание Бога, я недостоин, братья и сестры. Посмотрите, это удивительно, то, что можем сегодня мы увидеть, братья и сестры, это доброта, участие, сострадательность, это понимание, с кем он имеет дело, это не трусость, это был разумный трепет перед святым и Богом, перед которым он предстоял и в котором он нуждался, братья и сестры, давайте еще посмотрим, выполняй свое служение, несмотря ни на свое положение, ни на какие бы то ни было обстоятельства, исполняй. Братья и сестры, Новый Завет предписывает служители вовремя и не вовремя, настой, вовремя и не вовремя, речь идет как раз о том, кто наставляет. Не тогда, когда человек не хочет слушать, а ты в него вталкиваешь туда. Нет, во время и не во время, это наше время, это наши планы, которые мы должны отложить в сторону для того, чтобы хотение и возможности, предоставленные нам Богом, исполнить в нашей жизни. Ни ваше звание, ни ваша должность, ни ваша загруженность не могут быть оправданием от исполнения своего долга. Братья и сестры, у него были обязанности, с него никто их не снял, он был командир, под его подчинением находилась сотня солдат римской армии, но он оставил все, он пошел ради того, чтобы другому стало легче. Братья и сестры, интересная еще одна особенность, когда вы что-то делаете, делаете, доводя дело до конца, братья и сестры, как часто я встречал человека, о котором люди разговаривали, разговаривали, говорит, вот мы его знали, это способный человек, выдающийся ученый, но люди о нем говорят, родные его говорят, он никогда ничего за своей жизнью не доводил до конца, он бросал, но в его жизнь вошел один человек, который два года находился рядом с ним, и он впервые за всю жизнь, это было чудо для его родных, братьев и сестер, и родителей, что они отметили, благодаря этому человеку, а он оказался наш брат по вере, два года его стараний, его нахождение рядом, помогли этому человеку быть, закончить то дело, которое он совершал, братья и сестры, а мы сегодня с вами смотрим, Писание нам говорит, и когда вы сделаете все, когда вы сделаете все, то скажите, мы рабы ни на что не годны, сделали только то, что должны были сделать, но речь опять идет, доводи до конца, если не ты, то кто? Мы много потеряем, мы о многом будем плакать пред лицом Господа, когда мы увидим с вами упущенные наши возможности, чтобы этого не случилось, постараемся доводить дело до конца. Сострадание, милосердие, жалость, это путь, когда мы можем и должны сделать дело до конца. Братья и сестры, пятая, сотник дорожил тем, что имел, был у него слуга. Мы не знаем, сколько, много, воины тоже могли служить своему командиру, подчиняться, он сам был в подчинении у вышестоящих, но заметьте, сотник дорожил тем, что имел. Имел слугу, слуга болел, и он хотел, чтобы слуга был здоровым. Можно было легко поменять его и взять другого, но он дорожил то, что имел. Братья и сестры, а вы дорожите тем, что вы имеете? Кстати, можно сегодня поговорить о наших детях, о наших родителях, о наших братьях и сестрах, ведь это ничто иное, как дар Божьей благодати. Бог ввел нас в эту семью, Бог дал нам мальчишек и девчонок, сыновей и дочерей, они не наши. Дорожим ли мы ими? Ценим ли мы сегодня своих матерей, отцов, служителей, которые предстоят пред Господом за каждого из нас в наших общинах? Мы очень часто можем терять хорошее, только потому, что мы не ценим. Братья и сестры, есть еще одна особенность, которая очень важна сегодня, и можем видеть его, сотник любил его. Братья и сестры, Писание определенно, четко и ясно говорит, любовь, да будет непритворна у вас. Это сегодня наши обязанности с вами. Более всего облекитесь в любовь, потому, что любовь покрывает множество грехов. Это сегодня Бог хочет видеть нас одетыми. Этот язычник любил его. Мы должны научиться любить. Посмотрите, Писание, как написано. О нем люди говорят, он любит наш народ. Можно добавить, и это будет правильно, он не только народ любит, он даже слугу своего любит. Он для него очень ценен, важен. Братья и сестры, евангелист Лука 6, 27, написано так, вам, слушающим, говорю я, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 6, 35, но вы любите врагов ваших. 1 Иоанна 3, 18, написано так, дети мои станем любить не словом, языком, не словом, только языком, а делом и истиной. Братья и сестры, давайте еще посмотрим, его вера была жертвенной верой, она чего-то стоила в его жизни. Что он сделал? Он любит наш народ, и он построил нам синагогу. Это вера чего-то стоила, братья и сестры. А чего стоит сегодня наша вера, моя и ваша? Братья и сестры, это не пустой разговор, она чего-то стоит. Господу мы достались, Он заплатил цену за нас. Мы чего-то стоили для Него. Это очень важно сегодня подумать, жертвенно ли сегодня мое хождение перед Господом. Братья и сестры, интересно, восьмой момент мы с вами читаем, его вера была смиренная. Когда встретился с Иисусом, когда заговорил с Иисусом, Иисус говорит, недалеко же уже, приду и исцелю. Слышите, что Он говорит, я недостоин. Я недостоин, Господи. У меня в подчинении есть люди, и когда я говорю, иди, приходит. И когда слуге сделай что-нибудь, он делает. Господи, я недостоин. Братья и сестры, осознаем ли мы сегодня, кто мы? Мы иногда забываем об этом. Вы помните, как тот, которого помиловали Мемфифоспей, который хромал на обе ноги, но который сидел за царским столом и ел и пил кушанья с сынами и с самим царем. А он был помилован, и он помнить должен был это всю свою жизнь. И когда он забывал от того, что он может быть выпил вина, ноги они говорили ему о том, что он сын Иоаннафанов из дома Саулова. Братья и сестры, а мы с вами когда-то были мертвыми по грехам и преступлениям, но благодатью Божией Бог поднял нас из рва гибельного и ввел нас в семью. Мы стали его сынами и дочерями. Помним ли мы сегодня в смирении о том, кто мы были, братья и сестры? Интересно, еще одна особенность, братья и сестры, это последняя, результат его веры. Мы с вами читаем, Иисус Христос говорит, иди, вера твоя, она дала тебе это, иди, слуга, твой здоров. Братья и сестры, это был первый язычник, который услышал из уст самого Господа, Спасителя, он стал нашим братом по вере. Иди и делай тоже. Мы сейчас с вами, пройдет время, мы пойдем каждый в свой дом. Братья и сестры, одно я хотел бы сегодня спросить вас, с каким сердцем мы пойдем в свои дома, с каким желанием. Иисус показал нам пример, как нам действовать. Язычник, первый обращенный, который имел эту живую веру, он для нас сегодня пример для подражания. Пока есть день, пока длится день Божьей благодати, еще и очень много людей, которые не слышали и не имели возможности послушать Евангелие, пойдем к ним с этой вестью, пойдем с этой вестью в наши домы, к нашим соседям, на наши работы, в наше учебное заведение, пойдем сегодня по нашей стране, потому что есть много уголков, много несчастных, обездоленных, которым нужна помощь, нужно Евангелие, оно нужно сегодня и в нашей поместной церкви, оно нужно сегодня в наших домах, и да благословит тебя Господь. мы с вами прочитали этот стих и верен Бог, который не забудет труд ваш и служение, братья и сестры, он видит все, он помнит все, пред его лицом пишется памятная книга от штущих его и обоящихся его, будет ли там имя твое и мое, да прославится имя Господа, аминь, помолимся.